Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим знакомство с модулем Кентер. Рассмотрим работу с простыми графическими примитивами. Мы научимся рисовать линии, многоугольники, окружности. Канвас или холст – это достаточно сложный объект в библиотеке Кентер. Он позволяет располагать на самом себе другие объекты. Это могут быть геометрические фигуры, узоры, вставленные изображения, так и другие виджеты, например, метки, кнопки, текстовые поля, ну и другие. Отображенные на холсте объекты можно изменять и перемещать в процессе выполнения скрипта. Учитывая все это, Канвас находит широкое применение при создании приложения с использованием Кентер. Мы сегодня рассмотрим, как на холсте создать простые фигуры, такие как линии, прямоугольник, многоугольник, дуга, сектор, эллипс, текст. Для того, чтобы создать объект холст, необходимо вызвать соответствующий класс модуля Кентер и установить некоторые значения свойств или еще называют функции. Например, создается объект Канв, это объект класса Канвас. Он устанавливается на окне, размеры Канвы, цвет фона и курсор мыши у нас будет в виде карандаша, в виде ручки. Прежде чем создавать геометрические фигуры на холсте, давайте разберемся с понятием координаты и единицами измерения расстояния на холсте. Единицы измерения – это пиксели или же точки экрана. Нулевая точка или точка с координатами 0,0 находится в левом верхнем углу. Значит, правее – это движение, вправо – это движение по оси х, движение вниз – это движение по оси у. То есть здесь вот эта точка у меня с координатами 0,0, вот эта точка у меня с координатами 45 – это по х, 0 по у. Вот здесь у нас 75 по х, 20 по у, и вот эта точка по х, 30 по у, 40. То есть когда мы будем рисовать, мы будем прорисовывать координаты любой фигуры и должны понимать, что мы движемся сверху слева, либо вправо, либо вниз. Для того, чтобы нарисовать линию, мы используем метод крит-лайн. Крит-лайн при рисовании линии мы должны указать координаты двух точек. То есть координаты первой точки, координаты второй точек, то есть x, y, x2, y2. Указали ширину линии, сказали, что рисовать наша линия будет синим карандашом, синим цветом. Вторая линия будет от начала координат до точки с координатами 100, 100. Ширина линии у нас будет вверх. Вот эта опция AROV позволяет на конце линии нарисовать или установить стрелку. В данном случае то, что LAST, это будет в конце линии. Можно и в начало, и в конец линии нарисовать стрелку. Можно только в начало, либо только в конец. Третья линия – линия, которая у нас будет идти от точки с координатами 300 по x и 35 по y до точки с координатами 300 по x и 200 по y. То есть если мы здесь обратим внимание, по x у нас координаты не меняются, а меняются только по y. То есть это будет некоторая вертикальная линия. Опция DASH с параметрами позволяет создавать не сплошную линию, а пунктирную линию. В данном случае множество 4 и 2 означает, что 4 – это у нас длина тире, то есть у нас будут пунктиры длина рисованной части линии, а 2 – это промежуток между вот этими пунктирами. Если мы укажем 1,1, то у нас будет состоять линия из точек. Ну и еще одна линия с координатами первой точки, координатами второй точки, координатами третьей точки, координатами четвертой точки. То есть через линию мы нарисовали многоугольник, что мы сейчас в результате получим. Дальше на картинке посмотрим. Итак, еще разок вернусь. Здесь у нас просто линия, которая нарисована синим, здесь линия, которая на конце имеет стрелку, это пунктирная линия, и здесь линия, которая создает из координат четырех точек. Синим, просто линия, линия со стрелкой, пунктирная линия. А вот последняя линия, которая задержала координаты четырех точек, получилась и того треугольник. Попробуем разобраться, что это означает. Первое – 55,85. Второе – 155,85. Обратите внимание, по Y 85,85 не меняется, меняется только по X. Значит, у нас получилась такая горизонтальная линия. Следующее. Курсор стоит во второй линии, во второй точке. Вот от этой второй точки будут рисовать X 105, было 155, 105, значит, по X пойдет назад. Y было 85, станет 180, значит, по X назад, по Y вниз. И получится сначала по горизонтали, потом вот так вот вниз. Дальше от вот этой точки, которая была внизу, у нас пойдет X еще левее, Y выше. То есть вот этот треугольник у нас нарисовался следующим образом. Сначала по X он нарисовался, потом вниз, потом вверх. Следующий метод – метод Create Rectangle. Данный метод позволяет создавать прямоугольники. Здесь мы также создаем атрибуты, аргументы первой точки, второй точки. Но нужно учитывать, что при рисовании прямоугольников у нас координаты первой точки – это координаты верхнего и левого угла, координаты второй точки – это координаты правого и нижнего угла. То есть мы задаем как бы по диагонали две точки, а рисовать прямоугольник будем правильно. Еще один способ рисования прямоугольников – это когда мы не статически задаем координаты двух точек, а через некоторую переменную. Здесь данный метод может быть полезен в том случае, если, к примеру, координаты у нас первой точки, X, Y, могут меняться, а размер прямоугольника всегда стандартным, неизменен. То есть в зависимости от того, какие X, Y я веду, размер прямоугольника у меня по X будет меняться на 80, по Y будет меняться на 50. Заполнится у меня этот прямоугольник внутри белым. Сама линия, в которой будет рисоваться прямоугольник – это голубой и синий. Еще один метод для рисования примитивов – это метод Крит-полигон. Данный метод позволяет рисовать произвольные многоугольники. Здесь также задаются координаты фигур, вернее, точек, по которым мы будем строить многоугольник. Можно указать цвет заливки, цвет линии. Вообще квадратные скобки, в принципе, можно их опустить. Они используются для удовочитаемости, чтобы можно было сразу понять, что это координаты первой точки, координаты второй точки, координаты третьей точки. Так как у меня здесь три точки, получается, что я здесь нарисую треугольник. Если в этом методе использовать свойства снов, вот здесь он у меня используется, то я получу сглаживание. здесь у меня получился треугольник, закрашенный в желтый цвет. Здесь тот же треугольник, закрашенный в желтый цвет, но здесь буквально то же самое стокировалось. Здесь многоугольник, состоящий из раз, два, три, четыре, пять, шести, шестиугольник. Он будет нарисован белым цветом, и он будет сглажен. То есть это будут не буквально острые углы, а немножко сглаженные. Здесь вот мой желтый треугольник, который получился через полигон, и вот этот мой многоугольник, который получился путем сглаживания. Если я вот это свойство снов уберу, или поставлю ноль, то здесь будут острыми углами. Раз, два, три. Попробуйте прогнать, посмотрите, что получится. При создании эллипса, вот у нас два эллипса на картинке, мы используем координаты гипотетического прямоугольника. То есть мы эллипс помещаем в прямоугольник. Задаем, используя метод крейта овал, задаем координаты верхнего, левого, нижнего, правого угла, и можем задать цвет заливки. Еще один метод – это метод CreateArc. Он позволяет рисовать элементы окружности. Такие элементы, как сектор по умолчанию, сегмент, если у меня будет параметр, корт, или дугой, если будет параметр арк. В зависимости от того, какие у меня стоят опции, заданная старт и экстенд, будет зависеть угол фигуры, то есть более круглый или, наоборот, более острый. В данном случае у меня трижды использован метод CreateArc. координаты верхнего, левого угла, правого, нижнего угла, то есть вот у меня поместился здесь. Дальше везде начало угла одинаковое, дуга, получается, угол фигуры одинаковый, разница в цветах и разница в размещении и параметре старт. По умолчанию у меня идет сектор, дальше у меня идет хорд, это у меня сегмент, и арк, это у меня дуга. Наиболее сложной фигурой считается работа с текстом. При работе с текстом мы используем метод CreateText. Здесь мы указываем также координаты, откуда начинается текст, сам текст, который мы хотим вывести на экране, устанавливаем для него шрифт. Наиболее сложное – это понятие якоря, вот эта опция Anhor. Данная опция – это фактически центр текста. Чтобы изменить этот центр текста, мы должны поменять значения. Значения якоря могут быть запад, север, юг, либо север, запад. Если же у нас здесь будут заданы две буквы, то есть две привязки, это значит, первая привязка определяет горизонтальный центр текста, а вторая привязка – вертикальный центр текста. В этом примере у меня идет W, то есть идет от запада, с левого края будет привязка. Свойство Justify определяет выравнивание текста относительно самого себя. То есть здесь он именно как будет располагаться внутри фигуры, внутри конвей, роль не будет играть. Больше будет влиять свойство Anhor. Ну и того, что мы получили. Так, вот эту часть мы с вами рассмотрели, вот эту часть рассмотрели. Тоже рассмотрели, вот теперь наш текст. Наш текст, он идет красным, относительно себя он центрированный, относительно конвы он расположен слева. Вот красный, относительно себя он центрированный, относительно конвы он расположен слева. Ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Здесь вы видите множество прямоугольников. Эти прямоугольники, естественно, можно прорисовать каждый отдельно, но так как довольно часто приходится прорисовывать фигуры одинаковые, повторяющиеся элементы, то не загружают код обычно и используют цикл. Для того, чтобы нарисовать вот эти фигурки, нужно было использовать цикл по х, так как у нас фигуры по у абсолютно одинаковые, размеры у них одинаковые и разница только потому, как расположена фигура относительно координаты х, то есть все время идет сдвиг вправо. То есть я задаю начальное значение х, указываю какой-то параметр цикла, например, меньше 450, прорисовываю прямоугольники, начиная от х с шагом х плюс 50, это по х будет меняться, по у размеры одинаковые. Вот прорисовал один прямоугольник, дальше говорю, идет сдвиг по х, этот сдвиг по х мне нужен для чего? Вот эта разница 50 сантиметров, ну 50 пикселей вернее, и плюс вот эти вот 10, чтобы был зазор между следующим прямоугольником. Поэтому х остался 10, когда я скажу прямоугольник от 10 до 60, но сам х при этом не меняется, если остается 10, чтобы он изменился, я добавляю специально отдельно х плюс 60. Здесь полный вход программы, то, что мы сегодня прорисовали. Мы загрузили модуль, построили окно, сказали, что у нас будет холст на этом окне, указали размеры холста. Холст у нас будет голубого цвета, курсор не просто мышка будет, а будет коронручка. Этот холст мы разместили. Дальше прорисовали несколько видов линии, прорисовали два вида прямоугольника, простой и через х закрашенный. Прорисовали многоугольники, в данном случае у меня треугольник желтого цвета, закрашенный в желтый цвет, и фигура, которая с глаженными углами, непонятная фигурка черного цвета. Дальше прорисовали два овала, сегмент, дугу, сектор, вывели текст и прорисовали прямоугольники в цикле. То есть работу с основными примитивами мы сегодня с вами рассмотрели. Основная трудность, или не трудность, а трудоемкость при работе с данной темой, это правильно распределить координаты, правильно прорисовывать координаты, ну и при работе с текстом немножечко не запутаться в понятии, в параметрах января, то есть центра текста. На экране вы видите вопрос литературы, рекомендуемые детям для изучения, вопросы для самоконтроля. Продолжим эту тему при проведении практических лабораторных занятий. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Продолжение следует...